Всем привет! С вами DigiZem. В этом видео покажу как сделать анимацию персонажа в Cinema 4D R23 и S24 с помощью встроенных пресетов для анимации. Если ты готов, то погнали! Сначала я покажу на готовом персонаже из контент-браузера, а потом покажу как можно применять эти пресеты к своему персонажу. Итак, выбираю уже готового персонажа из браузера, перехожу во вкладку Motion Capture и здесь находится уже множество готовых пресетов для анимации. Выбираю например вот этот пресет сейчас теги все расставлены, поэтому нам не нужно ничего добавлять. Выбираю тег solver и переношу в него тег определитель персонажа и эта анимация автоматически применяется к персонажу отлично. Далее мне нужно сделать ригинг своего персонажа и для этого отлично подходит ресурс mixama. У меня на канале есть несколько видео как работать с этим ресурсом и далее я загружаю сюда своего персонажа. Загружать можно персонажей в формате obg, fbx или zip. Идет процесс загрузки переходим следующее окно и здесь я буду делать риг персонажа. Просто перетаскиваю вот эти кружочки на те места персонажа как указано в примере справа. Вот таким вот образом. Далее нажимаю next и далее ресурс автоматически применяют ригинг к этому персонажу. анимация здесь сейчас не нужна. Для этого мне нужно найти предустановку с названием tpos или tpos применить ее к своему персонажу. и далее скачиваю далее захожу программу cinema 4d и загружаю этого персонажа в формате fbx выбираю все слои с персонажем и объединяю в один объект далее копирую его и переношу предыдущую композицию так как он у меня сейчас достаточно маленького размера мне нужно увеличить его до размера стандартного персонажа. Для этого в координатах я увеличиваю его масштаб далее удаляю предыдущего персонажа и далее к своему персонажу я применяю тег определитель персонажа открываю в нем менеджер нажимая извлечь скелет и риг миксома отлично подходит для этой задачи и теперь если я пройдусь по всем частям тела, то увижу, что все кости правильно определились далее нажимаю create solve и перехожу уже к пресетам для анимации выберу допустим вот эту анимацию нажимаю тег solver и переношу в него тег определитель персонажа тем самым применив анимацию к своему персонажу сейчас он движется на одном месте и чтобы он не двигался на одном месте для этого я добавляю персонаж в эту группу и теперь наша анимация готова и теперь наша анимация готова тут достаточно быстро можно применить и другую анимацию к персонажу для того чтобы применить другую анимацию я просто вытаскиваю персонаж из этой группы удаляю предыдущий пресет анимации захожу в браузер и выбираю другой пресет анимации пусть будет это также выбираю тег solver и в него переношу тег определитель персонажа и вот таким вот образом я могу быстро менять предустановленные пресеты для анимации к своим персонажам а на сегодня это все ставь лайк если видео было полезным подписывайся на канал и жми на колокольчик чтобы не пропустить новое видео всем удачи с вами был digizem и и и и и и и